Продолжение следует... Так, Лена Б спрашивает... По стилям вы излагаете ваши вопросы. Нет, не удастся. Елена Битгард спрашивает... Прекрасная фамилия, Елена. Какая будет роль силовых структур в России будущего? Такая же, как и в других нормальных странах. Подчеркну, нормальных. Силовики не будут управлять страной, ни ее экономикой, ни ее политикой. Они будут знать свое место. Мандарин К спрашивает... Если вас объявят иноагента мыть из России... Отвечу вам фразой из одного советского ФИБа. Торопиться не надо. Не надо торопиться уезжать. Может быть, уедут другие. Валерий Виноградов, как вы считаете, нужно ли ужесточить наказание за подделку продуктов питания, медуслуги и т.д.? Я думаю, что надо ужесточить наказание для государственных чиновников, которые вборуют собственную страну. Возят в Россию пальмовое масло. И это пальмовое масло заменяет нам продукты питания. И вы знаете, кстати, этих чиновников, главных бенефициаров пальмового масла. Дорогие друзья, идем дальше. Алеша Попович спрашивает, от транзита совсем отказался ВВП? Похоже на то. Олег Ларин спрашивает, почему не состоялся стрим с Невзоровым? С Александром Глебовичем мы как раз вчера говорили. Фекальные животные. Да, сам не сильно псевдоним. Спрашивает, понимает ли Путин, что внешняя политика делается не четкими пацанами, а за столовым переговоров путем компромиссов. Он пытался, кстати. Он пытался переговорами путем компромиссов. Не очень это хорошо получалось. Поэтому он решил встать на путь пацанства. Точнее, вернуться к себе самому. Олеся Русина пишет, что любит меня. Спасибо большое. Сергей Гордеев спрашивает, что ждет рубль. Слушайте, судьба рубля зависит, а, от динамики цен на нефть, б, от ситуации в России. Цены низкие, рубль снижается. В России кризис, глобальный, ну скажем, кардинальный кризис, рубль снижается. Если все в порядке, рубль стоит. И может даже расти. Максим Кострельников спрашивает, а не боится ли Путин, что Украине поможет Эрдоган, в том числе, предложив помощь забрать Крым обратно. И руководить будет Крымом Украина и Турция. Я вас удивлю, Максимка, возможно, и некоторых зрителей, но Эрдоган говорил с Зеленским и предложил Зеленскому свою помощь в возвращении Донбасса в родную Гаву. Зеленский от страха отказался. Пианиамин Родов просит меня прокомментировать появление фильма «Чемпионы мира», прославляющего успехи советского спорта. Послушайте, стране, которой нечем гордиться в настоящем, остается гордиться только прошлым. У нас какой самый главный праздник? 9 мая 45-го года. Чем мы можем гордиться в настоящем? Ноль. Пустота. Поэтому только-только прошлое. Лена Бэк пишет, что мне очень шла борода. Да, но на сей счет, Лена, были разные мнения. Моей жене борода не нравилась. Одобряет, что я привился и что ношу маску. Одобряет дядя Федор. Дядя Федор, спасибо. Геншир 60. Есть ли информация по поводу дальнейших устранений противников Путина? Речь не идет, собственно, о противниках Путина, вы должны понимать. Речь идет о людях, которые являются лидерами общественного мнения. Ну, разные там блогеры, ну, не такие, конечно, как я, а гораздо популярнее. Рэперы, ну, допустим, как Моргенштерн, который очень правильно сделал, чтобы покинул Российскую Федерацию. Вот все, кто являются лидерами общественного мнения, и все, кто могут вызвать динамику, призывать к ней, они являются с точки зрения режима потенциально опасными. И эти потенциально опасные включены в список. Список на устранение. Вот Егор Просвирнин тоже был в этом списке. Вячеслав Рай спрашивает, реально ли вступление Финляндии в НАТО? Вообще-то вступление в НАТО, даже такой замечательной стороны, как Финляндия, это не акт, это процесс. Процесс требует времени. Ну, если Россия будет давить на Украину, то да, я думаю, что Финляндия очень даже захочет НАТО. Нина Иванова спрашивает меня, возможно ли социальные реформы при Путине? Нина, при Путине возможны только антисоциальные реформы, которые, собственно, и проводятся. Достаточно одного повышения пенсионного возраста. Марина Пустникова спрашивает, много ли в стране приверженцев СССР, и какова их роль будет в грядущей революции? Поймут ли они, что это уже невозможно и тупиково? Марин, я не знаю, какова роль этих болтунов будет в грядущей революции. Время покажет. Фиги Байл спрашивает, почему русские националисты и либералы не могут договориться, как в Украине? Знаете, меня этот вопрос тоже занимает. Я думаю, это связано с нашей, не с такой всеобщее объяснение, политической культурой. Вообще с нашей историей связано. У нас никак не удавалось договориться либералам и националистам. И, кстати, ФСБ всячески мешает любым договоренностям на священном счете. Пыталось сейчас уже бессмысленно натравливать либералов на националистов и наоборот. Филарет спрашивает, вы хорошо относитесь к Станиславу Белковскому? Да, с симпатией отношусь. Наталья Орлова благодарит за совет Окусая Алиеви. Делает его гимнастику. Наталья, я рад, что вам помогает. Василь Балихан спрашивает, какую страну я поеду, если меня будут выдавливать из страны. Если до этого дойдет, то я тогда приму решение. Даулет Мустафин спрашивает, сделает ли Путин выводы о вседозволенности ФСБ после Казахстана? Эти выводы были сделаны еще до Казахстана, Даулет. Михаил Шарьин спрашивает, кого в России можно считать местным Такаевым? Да, пожалуйста, Мишустин. Вот вам местный Такаев. Лариса Эмель спрашивает, как мы воспрянем с принятием Керкадов? Воспрянем? Ну, не уверен. А, воспрянем, наверное, восстанем. Можем ли, как в Казахстане? И кого наши местогопников выведут? Росгвардейцев? Лариса, пока противники Керкадов...